дальше впереди снорки как-то их надо они камнем уже бегут мне конечно есть автомат еще бы игра не подлагивала вот видишь вообще без вариантов то есть либо их в саншотить как-то либо даже не знаю может подальше отгрузиться где меня еще не совсем заметили на куда сюда встанем поразительно но у меня других вариантов в общем то нет ружье средить его до дроби наверное попробовать сваншотить может быть получится вот уже тут охренеть он не пойми откуда ко мне уже бежит ну допустим защитить я себя во всяком случае смог вон 2 где-то там ходит обыскать не вариант потому что нет ножа по поводу брони тут уже намечается возможность добыть броню путем уничтожения кого-то из топа сталкеров все-таки криво тут всех поврезали либо не за какая задумка была у автора но как мы знаем в статистике есть людям в зоне почему стать некоторые из них монолитовцы но скорее всего они очень далеко монолит военные монолит военные военные кстати а вдруг они на кордоне были на лагере военных а я туда не пошел кстати говоря ведь правда бандиты ренегаты военные опять таки одиночка гауш и пельмень а это я хах ничего себе ну и долговец какой то есть в общем если кого-то найдем то можно будет его ликвидировать ну и уповать на то что выпадет броня тут можно обузить можно не обузить в плане перезагрузки перед обыском чтобы у него было разный процент брони или перед убийством там уже как хочешь можно поступить но шанс как бы есть все равно в любом случае иначе броню никак не достать но кровью не истекает я правильно понимаю выносить по моему мутанты истекали крови когда ты в них попадаешь или это в дтр было это было очень даже полезно потому что можно критически ранить мутанта а потом дождать пока он истечется кровью кстати попал в него таки издалека то есть я попал он побежал ко мне я в него еще раз попал то есть два выстрела он выдержал дротиком так еще и один с автомата но может просто куда-то неудачно попал так хорошо в любом случае мы идем в сторону бара там у меня есть надежда найти таки для себя воду или что-то в этом духе ну вода сейчас самое главное как таковой цели у моего главного героя нет то есть там покорить зону дойти до верхних локаций да нет зачем пожить сколько могу пожить так скажем или хотя бы добраться до бара а там уже посмотрим вон вижу зомби прошли за гору тут нас тайничок есть я уже в принципе спокойно к этому отношусь практически все тайники тут пустые с этим ничего не сделать ну привет спрячусь к я сюда потому что с ними воевать не хочется пусть бегают в тайничке у нас сварочные очки и заряд заряд кстати вроде как можно разобрать на что-то это мы с вами потом посмотрим так по статистике у меня уже сколько тайников то найдено 23 немного немало между прочим три локации туда-сюда понятно снорк он бегает ё-моё вы ко мне что ли ребят не давайте не будем я так много патронов потратил вот они красавцы ё-моё слушай там разве в подвале в котором шрама держали ничего нет по моему все таки то можно что-то найти очень умеешь тут stalker нет никакого ящик ясно пережидаем отдыхаем так выброс не уж то не могу сказать что я очень рад где-то придется прятаться но вроде как стать и тут снизу было укрытие и да можно и в подвал бы спуститься в укрытие тут рядом а переждать в укрытие типа тут уже укрытие бывает шоколад российских стать вообще здорово так все вот тут вроде как укрытие сюда никто не пройдет поэтому мы с вами сидим и пережидаем выброс а пока вы можете оценить видео если хотите и оформить подписку делал сделано выброс переждал теперь можем попробовать таки все-таки спуститься в подвал к наемнику шраму вороны помирают а снорки интересно тоже так тут у нас патроны причем 556 конечно они мне вряд ли пригодятся но все не менее 9 бронебойных нормальных да будет не лишними но все получается так что я двигаюсь прямо уже в сторону блокпоста долгутского там и до бара здорово мне бы как-то от вас уйти да конечно то что он устает от хождения это трэш какой-то просто трэш о чем я уже неоднократно говорил после выброса всегда красиво зарево со стороны севера дождь такая погодка прям самая приятная для сталкера опа там кто-то стоит между прочим это зомбики это хорошо потому что у них скорее всего для меня что-то будет царе теперь этот не останет ну ё-моё причем все ко мне идут ты можешь шевелиться быстрее 44 килограмма ты не можешь идти 100 метров ну и все уже рассвет как пролетают тени там тоже на распистали это будем орудовать потому что а что если вдруг выпадет вода будет вообще здорово что зомбики отстали там вроде чё-то засуетились там отошли в сторону значит сейчас подожди 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 мы так не договаривались братанчик ты что вытворяешь о ваншот это бронебойка что ли выстрелил непригодный северный блокпост у нас там еще один второй вот вижу справа но и в принципе все видим их трое всего было хотя обычно же их по 4 до по крайней два раза что я встречал до их было ну в принципе да вон 4 идет все ясно на пока покойничка обычным кипарис ну и как всегда ничего особого связь установлена с кем идет идет подбил надо вы серьезно что с чертой выносливостью как она забодала она тип на перегрузе на лютом лопату выкини тоже не помогает же банку сломом выкинуть веревки два банку сломом ну все что жизнь необходимо уже что-то выкидывать замоке отстали чё припёрлись вообще за барахолки ко мне в итоге отстали все отлично еще одного добил зря ушли и мы даже не видит но сейчас обратно ко мне с барахолки попрутся когда там за три километра за приметит ну правильно мозги идут кушать уже придется обратно как всегда ничего ford 16 процентный 4 ну вот можно сейчас взять ford вместо пм только лишь потому что он побольше по процентам а так в принципе урон одинаковый разве что точно чуть выше о пить захотел все пожалуйста а я все думал когда же ты захочешь пить у нас ничего нету да только если из кого-то из зомби сейчас выпадет добро рядовой кузяки ничего что там по уровням выносливость не скоро силы не скоро но можно забить последний червяк ничего поздравляем и пошли отсюда а кстати если сравнить вот это вот пернать имеет такой же урон чуть выше все равно точно чем у форта ниже удобность но темп огня намного выше но темп это не самое главное так вот процентом что 19 еще лучше берем тогда что пернать автоматический пистолет ясное дело энергос да ладно тут подгон там уже брать не будем какие-то части в принципе можно его даже выпить подожди чем криво целится или мне кажется не пойму а у как-то криво целится хрен знает по моему тут кривой прицел но очевидно что он тут кривой что с оружием я не понимаю этого два новости обычно такая херня или нет с обрезом помните было что-то или это разраб свои руки опять куда-то запустил тогда смысла вообще нет в этом перначе я с такого оружия кривого стрелять не буду я половину пули просто минус выпущен но мало того что в принципе автоматическое оружие то я не очень надо но просто там проценты были повыше да не тот вроде нормально кривые стволы нам еще не хватало использовать все погнали энергетики есть значит все-таки проживу я еще чуть-чуть а там в баре может еще энергетик потом еще я помню армейских складах на базе свободы энергетик ну и как-нибудь так уж нормально все может броню сейчас найдем может в баре кто-то будет ну что здравствуй дорогие окраины завода росток и конкретно бары сто рентген я посмотрите что подумал у нас сейчас по статистике 66 человек в зоне не считая меня каков шанс что хотя бы один человек будет в баре я думаю определенный небольшой но шанс все-таки есть потому что бар это сталкерский хаб куда многие стекаются следующий же вопрос какой шанс что у этого кого-то будет в броня например думаю определенные шансы присутствуют также когда я играл дтр последний выживший я старался посещать все локации но и в принципе в этом был смысл а сейчас вот я думаю что мне не очень хочется идти в темную долину накладывающей техники но там на самом деле посмотрим как она пойдет но уж точно не влащи ну там делать вообще ничего огромная локация на которой я потрачу кучу времени ресурсов и так далее первый тайничок на локации и он нас порадовал или не порадовал сложно сказать минный лепесток это фигня уголь древесный он нам нужен да я думаю нет он уже по моему если у тебя есть мультитопливная печь когда у тебя есть набор для приготовления пищи то вроде как уголь не нужен но я не уверен но в любом случае мне нет ножа чтобы срезать части и все в этом духе а представляете сделать последний выживший на нлс-7 ага ну нет наверное невозможно да и зачем опять какие-то ткани подобрал в мертвом деде получается у меня всегда была база в баре вот в принципе было удобнее всего потому что где мы появлялись отсюда идем сюда тут в бок в этот можно в этот то есть такая локация по центру что серьезно что ли время 11 21 а так я не успеваю опять что-то какой-то дичь что за выбросы каждый в день несколько выбросов что ли сколько в зоне провел времени один день один выбор с одним все шторм еще один все шторм из напоминаю полуру там выбросы что-то типа раз в неделю проходит тут за один день уже три аномальных явления зоны причем выброс был совершенно недавно то есть месяц надо будет отгружаться и сидеть в вагончике из тех что если вдруг кто не понял как чтобы попробую дойти но я сто процентов не успеваю есть меня хотя бы сэйв до авто сэйва да даже слип есть но слип а чему нибудь то ну есть есть но так то да придется сейчас отгружаться даже если я бахну энергетика потенциально надо было это раньше сделать что уже сейчас пить его чтоб типа больше сил ну все уже пошел первый разряд он сейчас бахнет и ну да я замбусь все там духе кстати может если бы я подожди а вот если с авто сэйва загрузиться другалек а чё это за картинка а ты сначала это дом на кордоне если с авто сэйва это типа застрелился ясно то просто сразу бахаем энергос потому что смысл тогда уж тянуть это все дело он еще и калории все-таки дает какие-никакие все у нас выносливостью дела обстоят намного лучше убираем оружие и бежим здесь не отвлекаясь на лутинг просто пробежав в принципе могу успеть я же помер там около рва который прям около блокпоста уже попробуем сейчас а я еще и сэйв похерился но в принципе ничего не мешает если что с авто сэйва перейти обратно и там спринуть вагончик тут я сохраняюсь чтобы если я умер в аномалии не пришлось заново с авто сэйва бежать а помните как мы делали в нлс переходи его тут был костер по моему и сохранялись здесь потому что был довольно большой шанс умереть вот чуть впереди где там постоянно то собаки то кабаны бегали их какая же прекрасная пара была когда мы играли в нлс и нет возвращаться я в нее не хочу если мне кто-то сейчас напишет если бы вел если бы была супер глобальная обнова было бы здорово да в принципе что вы носи обновлять он же и так идеален там разрабы так подкрутили что могли что нужно было за лонг роуд кстати до сих пор обновляется что-то там противоречивые данные кто-то говорит что хуже стало другие говорят стало легче третье говорят стала наоборот сложнее не поймешь вы носи конечно все ощущалось иначе и артефакты ты их очень невероятно ценил любой на 1 арт подбираешь и сразу же опа опа какой он там а ну да какой разрядности 5 или там 4 или какой да так меня зажали собаки зомби ты чё дурак ты умеешь пользоваться пулеметом не как-то я не по тому сценарию пошел надо сорва тогда вправо пойти обошел я с этого рва в эту сторону тут нормальная позиция вон уже одна собака сгорела так мы тут нас куча зомби и на самом деле опа все выброс начинается так надо уже двигаться успею не успею да должен успеть по идее готовы тут тоже должен быть хрен мужик уйди иди своей дорогой стал как иди 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 никто тебя не ждет так мы в принципе все живем как этот гад блин в меня с пулемета стрелял ну ты гаденыш давайте куда-нибудь залезем у так вот что прям если собака забежит пережидаем второй выбор за видео ура выброс кончился мы с вами сейчас обычно вот этих вот ребят он тут кажется о мародерство улучшено а что надоел стать они написано в куда по идее есть какие-то заметки по этому поводу или нет справочник дополнения нет тут конкретно по навыкам я не вижу ничего режима на жизнь заметка а где что а режима на жизнь это куда охренеть как же не вовремя у меня патрон блин застрял но это понятно стволы поломались и так значит подбираем да где отсюда подобрал снова вину короче воды не будет я понял что там думать что по прокачке все так же забей еще не скоро блин жалко бутылку воды зажали другой чё кстати у 16 процентов тут по-любому берем то есть забирай да посмотрим он нормальный целиться с него можно хотя бы ну блин да вроде нормально ладно тогда это тоже выкидываем потому что зачем и пошли потихоньку опа вот так приколы всякие плюс электрон 5 и 9 килограмм учитывая что это мусорный арт вот в новой редакции они хотя бы перки имеют какие-то артефакты а тут 5 и 9 килограмм выше прикалываетесь пусто вот добавил тоже разраб как не интересно сделал чтобы мусорная арта можно было перерабатывать во что-то то есть там рушишь артефакты и он тебе дает временный буст ну короче какие-то интерактивности о спать захотел он тут бред ну тут подожди что за бред в редакции он хочет спать раз в трое суток то есть шкала полностью падали вдвое или втрое редакции редукции уж не ругайте меня вроде и так и так можно сказать так вот вот зомбаки такие есть понятно вот на него холодное оружие а тут он раз в сутки хочет спать ну в принципе потенциальный человек в таких условиях двое суток точно может не спать а он под люка смотрите сходил спать на все причем время 1219 конечно я потрачу сейчас в части времени на исследование локации ясное дело потому что ляжем спать вода тут по-любому должна быть ну ну не хреново конечно 25 патронов но опять-таки нафиг они не нужны все это заложим нычку и надо будет мочить этих гадов 7 дроби кстати нормальный высоте там тоже и зомбаки с оружием да ладно ты как выжил основную массу ликвидировал а ты раненый что ли был о вот кого в лондон не отправляют учиться ты смотри прут и прут и оптать а ты как встал-то но ты каракатятся а ля-ля вот они пожалуйста слева направо дайте прут и прут сколько вас у героя все в области были не восстанавливается трэш ой-ой-ой а так ты один что ли нет их двое сзади никого этих уложил стрелков а нет не уложил там еще один идет детина в экзоскелете по моему ой-ой-ой давай как поразительно что он тоже с одной пульки откисает ну шо мужики вскрывайте карманцы да теперь ко мне тут будут бегать снорки при перезагрузке да но этот трэш просто какой-то я всех перебил потом там оказались снорки откуда-то прибежали вообще незваные гости уху прям патроны для моей пушки на эту заскик закрытился зашкерился как сказать правильно потому что снорки душат очень сильно возрасте на этот раз они ваншотятся обыскиваем но ничего абсолютно конясно ясно 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 дядя привет не выказать stalker 2 что старого отмененного понял что не свободовская рама какая-то а вот они вот они красавцы посмотри но вы видели вот просто кто это настраивал дай бог тебе здоровичка просто как-то боком криво косо вроде он вперед моделька сатряла но прыгнул в бок все опять как всегда в нос если не хватает надо передохнуть конечно надо ты сейчас сдохнешь от снорков но все равно надо передохнуть так он еще не передохнул по итогу что такое адреналин и как он вырабатывается когда тебе угрожает смерть это как бы да так приколы да 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 честно я уже замучился в нос и скончается сарика просто жух 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 не знаю конечно как-то раз сутки не поспал я и носилась а еще и на перегрузе ну что выкинуть что по мт зачем дробали зачем если уже нет к нему дроби все равно перегруз до жестко но у меня еще инструменты кстати 3 килограммовый вот этот пистолет все невероятно сложно еще раз и за скелетник уже куда-то ушел своей дорогой чтоб надо делать с этими снорками урон ближний бою повышен переносим вес увеличен что у нас там 46 и 6 килограмм теперь нормально статья зачем я с собой нашу разряженную палку но она конечно мало весит но тем не менее зачем до сила возросла обносились тут забей 46 и нормально планирую сходить подожди ты главное не паникуй правильно ну и все снорки эти подлюки как же я их не люблю где они вообще не прямо тусуются ну что если не трэш вот это вот доигрались со своим этим дальностью атаки лишь бы снорки не были бесполезными мутантами ну вот какие ситуации бывает как у меня пробил скую стену походу как-то вообще ничего нет в бункере у долговцев где-то тухло конечно самое интересное что для нас может быть это вода именно в баре сто рентген еще и нож ни с кого не падает на скелетнику вообще ничего не упал это по итогу печально как-то тайничок ну такое антибиотик плюс металл следующий тайничок керосин плюс патроны ну патроны еще куда не шло допустим для этого это пп скажу у нас считается скорпион vz а и скорпион я думал в пп кедр бывает когда пистолет-пулемет но он конечно не очень удобный в плане что он быстро патрона улетает ну конечно можно стрелять автоматом но что тогда по урону а он не сравнивается на на он не сравнивается что непосредственно подвальчик то зачем мы пришли должно быть здесь водичка немножко еды изюм сразу сходу ну изюм пойдет дальше что бабы чили ну допустим водка не миров один энергетик вон вижу в ящике что старое мясо нормальная тема калорийная но вредит немножко здоровью но опять-таки они то чтобы часто получаю по щам а если получаю то откисаю сразу броня конечно этим беда брони нет тупо забей музыка играет о еще энергос раз-два ну два энергетика это мало то есть я конечно поспалю мол бутылка зачем опа я конечно посплю но потом стану поем утолю жажду двумя энергосами наверное так но все больше ничего как-то что-то тухло честно говоря ну и все выходим отсюда что еще остается делать надо будет тогда поспать наверное но раз уж хочется главному герою хотя поспал вроде нормально но нет вишь наверно до полноценных 8 часов или от того что я там часто на перегрузе хожу хрен его знает что на что влияет нам ну такие вот дела в принципе как видите пока живем но живется очень тяжело еле-еле зачистил бар ну или в принципе кстати можно не спать можно чтобы так рано не ложится до ковылять до базы во первых опять-таки сколько я буду переть туда на что мне блин сколько спать целые сутки но не сутки до 9 я посплю конечно много зато шкалу пополню так у этого товарища есть что-нибудь нет обычно помню тут водка какая-то лежала опять спросить разрешение очень давай сделаем так посмотрим хотя бы что будет если сохранюсь и не пив не еф ничего посплю просто долго хотя бы 0 7 часов утра с 14 до 7 но это нормально это очень даже неплохо если я живой то это уже хорошо ну и все красная еда вода тут же моментально давай кушаем значит вот это чудо все равно лишь даже не полностью голод но в принципе а что еще делать все равно жажда красная можно полностью удалить голод изюм даже изюм зря ты поел у него же хорошая калорийность ну ладно с едой все равно проблем нет она часто падает и у зомби и в тайниках и везде ну и всего остается 2 энергоса на питье 1 оранжевый 2 все серьезно нельзя потому что уже действует эффект более сильного с это что за каменный век господи это 2001 год когда такие ограничения были какая разница хочу выпить 2 энергетика я же в реальной жизни могу это сделать мне не будет такое писать то есть обо мне переживают разраблю то что не надо пить уже уже есть какая разница у меня есть жажда сильная я должен как-то играть нет и мы тебе не дадим выпить энергетик и навредить своему здоровью поэтому пусть я подыхаю от жажды да но это не конечно вопрос не к разрабу моноболе хотя все равно считаю бредом полным бредом ограничения на использование подряд какая разница но это хочу как игроки что в реалайфе я могу два подряд энергос выпить могу тут конечно главный вопрос разрабу этого замечательного аддона одна жизнь то есть теперь я так с красными этими приколами доходить в итоге у меня вариант либо не спавшим ходить от грузится чтобы вот этого покраснение было либо что ну то есть в принципе без бутылки воды все я безвыходной ситуации то есть я буду так постоянно конечно же с красными заходить потому что это всех будет бесить все будут говорить что это за херня такие дела мне сказать нечего в принципе всем спасибо спасибо за лайки разрабу дай бог здоровья всем пока и и и и и и